Программа предназначена для аудитории от 16 лет. В эфире программа «Дневной разворот». Добрый день. Сегодня пятница, 10 марта, на часах 11.06. В этой студии ведущие. Пока ведущие. Гости чуть позже представим. Николай Голиков и Владимир Сметанин. Завершается очередная рабочая неделя. Она была чуть короче, благодаря женскому празднику. 8 марта. Ну, немножко вот это как-то выбило из коленет. Ну, приятно. Скажем так, очень приятно выбило из колени. Выходной день. Да. Очень приятно. Не будем укорять сегодня прекрасную половину. Спасибо вам за этот выходной. Спасибо за праздник. Мы будем стараться вас намного чаще, чем раз в год, радовать своим вниманием. Во втором части сегодня у нас будет, конечно же, программа «Культпоход». Мы подготовились. Гость у нас будет замечательный. Главный дирижер Верского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина Александр Чубаров. Ну и, конечно, будет очень много вопросов, загадок и призов, которые те, кто ответит на наши вопросы правильно, смогут получить. Да. Задаем вопросы, напоминаем. Вы звоните, отвечаете 211-101 и получаете тот приз, который захотите. Там будут пригласительные билеты, там будут книги. Все уже лежит, упаковано, сложено, ждет ваших ответов. Мы сегодня... Только мужская пятница у нас сегодня опять. Мы тут соображаем на троих, в общем-то, по большому счету. Ну, давай уже, не томи уже, говори, кто у нас сегодня третьим. Владимир Шабардин у нас в студии, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. Владимир Валерьевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Говорить мы будем сегодня о событии, которое произошло в самом начале этой недели, 6 марта. Событие долгожданное. Мы неоднократно говорили в нашей студии об этом. Все ждали, 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 потому что очень нужная вещь это. Мы сегодня будем говорить об открытии в нашем городе так называемой «зеленой комнаты». Давайте начнем все-таки с того, что это такое, а потом уже в историю вопроса. Хорошо. Углубились. «Зеленые комнаты» — это специально оборудованное помещение, которое создано на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В данном случае это «Вятушка». Хлановская, 9А. Да, улица Хлановской. Это специально оборудованное помещение. То есть фактически это два помещения, соединенные с собой перегородкой, в которой установлено зеркало Гизеллы. Это зеркало, которое, ну фактически, проще объяснить, что окно с одной стороны видно, с другой стороны нет. То есть для того, кто в этой комнате, это зеркало, а для того, кто в другой, это прозрачное стекло. Да, для людей, находящихся с другой стороны, это прозрачное стекло. Комната, в которой находится ребенок, да, значит, в комнате находится ребенок и психолог, за стеклом другие специалисты. То есть я чуть позже расскажу, какие направления могут быть, да. Значит, та часть вот этой комнаты, где находится ребенок, она поэтому названа зеленой, это как бы добрая, спокойная комната, то есть цвета подобраны максимально спокойные, там, светло-зеленые, такие бежевые, для максимального комфорта и спокойствия ребенка. В комнате минимум оборудования мебели, то есть там мягкие игрушки, некоторые сенсорные вещи, вот, установлено видеонаблюдение и микрофоны. Идет передача звукоизображения во второе помещение, где установлена соответствующая аппаратура, то есть это компьютер, это регистратор, есть система связи, конференц с психологом, специалистом, который находится за зеркалом, то есть это микронаушник, который находится в уке у психолога. То есть может руководить какие-то советы, давать какие-то, корректировать, да, корректировать, да, то есть задавать уточняющие вопросы, то есть подчеркну, что вопросы ребенку задает психолог, то есть одно из ключевых направлений работы зеленой комнаты, это работа совместно со следственным комитетом, это работа с детьми, которые пострадали от насилия. Я чуть позднее приведу цифры, вообще для того, чтобы понимать, каков масштаб проблемы, да, и сколько детей у нас могло бы за последние три года уже пройти через эти зеленые комнаты. Вот. И, значит, там, следственный комитет, да, то есть опросы, опросы детей, следовательно, находятся за зеркалом, а вопросы задаются психологам. А родители? Значит, это другая составляющая, то есть тут в том случае, если там действия насилия, там, характер, мы не знаем, кто совершил насилие по отношению к этому ребенку, то есть если проходит там родственник, конечно, их там нет. Если это насилие там со стороны других людей, конечно, и родители тоже находятся... Как бы законные представители. Да, законные представители находятся в соседнем помещении. Там же, где следователь, то есть. Это тот случай, когда родители, ну, не от родителей насилие исходило. Да, не из семьи, да. Значит, и, соответственно, психолог, используя в своей работе, там, ну, кроме вербального, да, там, вопроса определенным образом для того, чтобы не нанести повторную психологическую травму ребенку, у него есть набор инструментарий, то есть есть специальные наборы, там, тестов, дидактические материалы, такие наглядные пособия, и еще установлен компьютер со специальной программой, лицензионной, там, дорогой, который позволяет определять, там, определенные параметры, нужные для работы психологов с этим ребенком. То есть, если совсем вкратце, то есть, если раньше, там, до появления зеленой комнаты, там, зачастую следственные действия как проводились, то есть следователи, там, не имеющие психологическое образование, ребенку задавались вопросы, там, кто, когда, куда, чем и как. Ну, достаточно так. Схематично так, ну, понятно, напрямую в лоб. Напрямую в лоб. То есть, жесткая система, да, и зачастую это было, там, не один опрос, там, а несколько, там, буду уточнять, там, второй еще. Понятное дело, ребенок начинает вспоминать, здорово переживать произошедшее, да. Ребенка, там, в нашем... Практически травма получается повторная. Вот, вот, большая психологическая травма зачастую наносилась, чем, вот, сейчас, во-первых, есть очень существенные изменения, там, с Нового года, ребенка можно опрошивать только один раз, вступили изменения, то есть, соответственно, за этот раз этот ребенок должен быть опрошен качественно. Да, еще возвращаясь к этому... То есть, вот именно в зеленой комнате только один раз. То есть, это не серия посещений, да, сеансов таких общений с психологом только лишь один раз. Только один раз. Вот, да, и еще, когда мы разговаривали в свое время со следственным комитетом, мы понимали, что, ну, как бы, все живые люди. То есть, следователь, он в течение дня работает, там, по нескольким делам. Утром он разговаривал, там, с убийцей, через полчаса он начинает, значит, просто ребенка, и зачастую, там, перестроится, ну... Сложно, безусловно, сложно. Сложно. Сейчас у нас в Вятушке есть очень квалифицированные психологи, то есть, вообще, в Министерстве соцразвития у нас, по моему мнению, самые квалифицированные психологи в области, и в самых сложных ситуациях мы просим Минсоцразвития для того, чтобы нам помочь. То есть, и направить туда детей, они никогда не отказываются. Вот, и в данной ситуации у нас есть полное понимание, там, и со Следственным комитетом, и с Министерством соцразвития, то, что любая помощь со стороны Минсоцразвития будет оказана. Ну, во-первых, по самому помещению. Ведь мы не сразу выбрали это помещение, у нас было в Кирове, мы ездили, несколько вариантов было, это было и на Тимирязево, где есть, и на Цеховой. Ну, вот, как-то мы после долгих взвешиваний за и против, там где-то не позволяло конструктивной особенности помещения, то есть несущая стена там, и было очень сложно документами, подготовительной работой все это сделать. Где-то, ну, скажем так, особенности работы, что там есть другие дети, и невозможно обеспечить доступ, там, без контакта с другими детьми. Ну, вот, ну, было выбрано помещение там, в Ятошке. То есть, грубо говоря, ну, просто говоря, вернее, отдельный вход чтобы был, да? Ну, да, фактически, да. Отдельный вход чтобы был. Ну, там отдельный вход, и вот я так понял, что чтобы вот это зеркало-то хитрое монтировать, там стенка не может быть несущей, разделяющей помещение, да? Да, то есть это две комнаты, соединенные рядом, да, стена не несущая, зеркало, это фактически такой очень толстый стеклопакет, оно звукоизолировано и светоизолировано. Во втором помещении там практически полное затемнение, там установлено очень плотное затемнение окна для того, чтобы перепад освещения был там минимум пятикратный. Вот, соответственно, когда ты находишься в светлом помещении, то там ничего не видно. Ну, даже вот мы были с журналистами, там пытались посмотреть, даже при включенном свете во втором, там, вот если мы вглядываемся, да, мы видим, что там кто-то есть. Да, если еще при этом вы знаете, что там кто-то есть. Да, да, а так, вот если посмотреть на фотографии, ну, то есть зеркало в раме, как бы спокойно вписано в обстановке. То есть вот работа со следственным комитетом, это только одна составляющая, и она вот по времени может быть там не основной, именно временной. То есть она очень важна, то есть есть варианты использования этой зеленой комнаты там в других зелях. Сделаем маленький перерыв. Да, небольшой перерыв, и после него уже об истории вопрос поговорим, и о том, в каких еще направлениях можно пользоваться зеленой комнатой. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Мы продолжаем. Владимир Шабардин, наш гость, полномоченный по правам ребенка в Кировской области. Мы говорим о том, что в нашем городе появилась зеленая комната. Под этим образным выражением, да, скрывается, в общем-то, такое серьезное заведение, помещение, где психологи, в том числе, будут беседовать с детьми, с детьми, которые оказались жертвами насилия. Я понял так, что... Не только с детьми, которые стали жертвами насилия, но вообще с детьми, которые в довольно сложную ситуацию попали, да? Да. Ну, мы тогда вернемся чуть позже к Следственному комитету. Давайте о других категориях. Скажем, когда я был в других городах, ну, там, Челябинск, Тюмень, Санкт-Петербург, Пермь, где зеленые комнаты были, значит, мы разговаривали, как используется. То есть при мне эта комната была занята всегда. То есть вот 95% времени, они сказали, что мы 5% времени нашего рабочего используем в работе со Следственным комитетом, а 95% мы используем эту комнату для необходимости, ну, для нужд нашего социально-реабилитационного центра. То есть ситуации могут быть разные. Во-первых, когда приходят родители с ребенком, и для занятий с психологом, например, у ребенка какие-то проблемы в школе, в взаимоотношениях и так далее. Комфортные ситуации. Ну, может быть, да, там любые, очень много вариантов. Значит, ребенок знает, что как бы и родители есть, и родители как бы присутствуют. Этого не скрывают, но все равно там в присутствии родителей разговаривать с психологом ребенку не всегда комфортно. Вот в этой ситуации психолог разговаривает с ребенком как бы один на один. Но ребенок знает, что родители здесь как бы за стенкой, как бы, что они все равно будут в курсе того, о чем шла беседа. Но родители имеют возможность увидеть это своими собственными глазами в режиме онлайн, а не услышать это со слов психолога. То есть вот чтобы психолог не обещал родителям повторно, вот смотрите, у ребенка проблема первая, вторая, третья, четвертая, и у него большая проблема вот здесь. То есть тогда эта деятельность «Зеленая комната» направлена на то, чтобы вся семья эту проблему там видела. Чтобы не приходилось там объяснять родителям, вы знаете, у вашего ребенка вот такие проблемы. А есть родители, которые говорят, да нет, там не может быть. Тем более, когда речь идет именно о том, что некоторые проблемы, они в семье и формируются. Да. Ребенку, глядя в глаза родителям, сказать довольно трудно что-либо. Ну смотрите, мне кажется, все-таки, если ребенок, который общается с психологом достаточно уже взрослым, то есть подросток, он же все равно осознает, что родители рядом, и родители это услышат и увидят. Зажим тоже? Владимир, иногда психологический, визуальный контакт, он очень мешает. Ну понимаете, очень мешает. Само присутствует. Я говорю, что глядя в глаза, очень многие вещи трудно сказать. Просто, вы знаете, как бы просят, а можно там, не знаю, мама отсядет в дальний угол или мама там где-то выйдет. То есть ребенок все равно понимает, что суть разговора и общения, и об этом есть договоренность между всеми сторонами, что мы пришли там с общей проблемой. Но ребенку спокойнее разговаривать со специалистом, глядя в глаза. И при этом раздражающих факторов, ну вот таких в кавычках в лице присутствия других людей, пусть даже и родителей, в этом помещении нет. Они спокойно после разговора с психологом, все соберутся вместе опять же там и обсудят проблемы. Но вот на эти там, ну не знаю, полчаса, 40 минут, час-два, сколько нужно будет, ребенку хочется, чтобы с ним поговорил человек по душам один на один. Тем более у психологов есть очень большой инструментарий, то есть это различные игры, картинки и так далее. Всякий раз, когда ты говоришь про инструментарий, возникают, знаешь, какие-то щипцы там на жизни. Это некие методики, да, которые обозначены. Нельзя это так воспринимать, что вот они сели друг напротив друга и разговаривают. Нет, они что-то делают. Они что-то делают и понимаете, вот только люди с психологическим образованием, хорошие специалисты могут понять и сказать, что понадобится в дальнейшем для работы с ребенком. Какой-то ребенок очень хорошо идет и так на контакт, с кем-то надо порисовать, с кем-то нужно картинки разложить, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот это вот одно направление. Второе направление работы, это... Третье уже. Третье, это дети с особенностями развитиями, ну, например, категории детей-аутистов. Это очень серьезный вопрос, как бы, и детей с такими особенностями становится все больше. То есть сейчас признаются, если раньше там аутистами призывались единицы, то сейчас есть понимание, что да, у нас такие там дети есть, там дети склонны, скажем так, к аутизму. Которым очень тяжело с окружающим миром взаимодействовать. Да, тяжело с окружающим миром. И дети, которые могут пойти на контакт только с одним специалистом. То есть вот у них уровень доверия, например, ну, например, вот с ребенком нужно поработать нескольким специалистом. Например, психолог, логопед, дефектолог, ну, социальный педагог, кто-то еще. Но ребенок идет на контакт только с одним. Например, с психологом. Но для того, чтобы выявить проблемы, например, которые относятся к ведению логопеда или дефектолога, не обязательно присутствие этого же дефектолога вот здесь рядом с ними. Он может через этот же микронаушник попросить психолога, ну, задать ребенку несколько вопросов, для того, чтобы он ответил вот на это, на это, на это. И через это он, там, например, выяснит проблемы, которые у него есть, там, ну, с произношением, с дикцией и так далее, и так далее. То есть получается, что вот в той темной части может находиться практически консилиум целый, да? Практически, да. Обеседовать будет психолог, а вопросы будут обслежены все, которые интересуют вот эту группу специалистов, да? Потому что, ну, вот бесполезно, если вот после психолога приходит там дефектолог, ребенок замкнется, и он не будет разговаривать, и, соответственно, проблема ребенка не будет решена. А здесь позволяет присутствие всех специалистов, но работа только с одним, с которым ребенок идет на контакт, работать, ну, как бы с ребенком работать комплексно. Вот. Это, как бы, еще одна составляющая. Следующая, как бы, категория, да, о которой мы говорили, это мы разговаривали, ну, примерно год назад, мы серьезно обсуждали проблему бегунков с ребятами из Лиза-Алерт, и вот тогда мы обсуждали, что в случае... То есть бегунки, в данном случае, это дети, склонные... Да, к победе, к самовольным уходам, которые ищут. И вот в этой ситуации мы обсуждали, ну, как бы, возможность в случае, там, не в случае, а когда у нас такая зеленая комната откроется. То есть на базе вот этих центров, там, зеленых комнат, мы предполагали, что их будет несколько, они будут в разных частях области. Вы в телесюжете говорили, что минимум пять, да? Ну, вот для того, чтобы... Надо бы. Вот в нашем понимании мы составили для себя некую карту с разделением по районам. То есть, ну, в соседнем, допустим, соседней Перми, таких комнат 22. В области? В области, да, в крае, 22. Значит, в Алтае там почти 40, мне коллега говорил. То есть там, ну, много. У нас мы сделаем еще только первый шаг. Вот, потому что какие-то регионы в свое время сделали это за счет фонда Гордеевой. То есть они подавали заявки и без бюджетного финансирования, значит, они здесь зеленые комнаты смогли получить. Почему у нас на тот момент там не было это сделано? Ну, сейчас мы вопрос это оставим. Но пять, почему? Вот мы когда, опять же, Минсоцразвитие обсуждали и ездили в области по районам, смотрели, где может быть организовано. То есть у нас есть сейчас понимание, там, Киров, Вятские поляны, допустим, Мамутнинск. То есть Вятские поляны — это юг. Там есть конкретно помещения, которые вот с минимальной там перестройки. То есть вы уже помещения посмотрели даже. Да, да. То есть мы понимаем и знаем предметно, где есть помещения, которые можно переоборудовать. Не то, что, а вот там, там бы нет конкретных помещений. Вот. И таких там, ну, вот пять. То есть если было бы пять, мы бы гарантированно, у нас было бы разделение по районам. И мы понимали, что вот эти районы, значит, относятся к этой зеленой комнате. И, например, там, если у нас, ну, преступление там, ну, в Малмышском районе, то межрайонный там следователь Малмыш, Вятские поляны, там, что еще? — Это там прокуратура межрайонная, нет? — Да, следственный комитет, следственный комитет. — А, да, СК. — СК. Значит, они гарантированно будут отправлять своих следователей в Вятские поляны, значит, для работы с этим ребенком. То есть не у себя в Малмыша, а на базе социально-ребитационного центра в условиях, ну, в других. То есть вот сейчас я вижу вот эта задача, там, минимум, таких комнат сделать пять. Как быстро это удастся делать, ну, я не знаю. То есть хорошо, что мы начали, там, с одной комнаты. — Ну, если они будут все так же делаться, как и первая, то это будет довольно долго получиться. — Я думаю, сейчас логично, наверное, все-таки перечислить тех людей, кто участвовал, собственно, вот в этом проекте, в появлении зеленой комнаты. — Ну, вот смотрите, почему долго, во-первых, задают вопросы. Во-первых, изначально требовалось все-таки сформировать некий пакет соглашений для того, чтобы это работало. То есть сейчас заключено трехстороннее соглашение, уполномочен по правам ребенка Следственный комитет и Министерство соцразвития, в рамках которого следователи и взаимодействуют по зеленой комнате, значит, с Минсоцразвития. Все это официально, это, значит, закреплено документами. Второе. Нам потребовалось, да, достаточно много времени для того, чтобы появилось постановление областной комиссии по делам несовершеннолетних. Это потребовалось там ни один месяц, ни два, в котором было признано о том, что, да, такие зеленые комнаты не просто там могут быть, а они нужны и необходимы. А идея-то давайте уж тогда скажем вообще, когда появилась. Идея появилась, ну вот, тут вопросы возникали. Значит, у нас на сайте есть выложены все ежегодные доклады. На сайте уполномоченного. Да, уполномоченный по правам ребенка, право ребенка 43. Значит, вот я принес печатную версию, она есть электронная, можно зайти и посмотреть. Ежегодный доклад уполномоченного по правам ребенка в Киевской области за 2014 год. Страница 33. И здесь как раз две страницы посвящены инициативе создания зеленой комнаты. Значит, позвольте там пару минут. Я просто зачитаю, не все. Давайте пару минут и уйдем на рекламу, потом продолжим. Уполномоченный хотел бы обратить внимание на то, что при производстве следственных действий по факту причинения вреда жизни и здоровья несовершеннолетнего с ребенком проводятся экспертизы, а следователь вынужден задавать вопросы о событиях, воспоминания которых могут вновь причинить ребенку страдания. Чтобы помочь детям пройти это нелегкое испытание, необходимо создание специальных помещений, где бы с ребенком в спокойной обстановке мог поговорить специалист. И так далее, и так далее, и так далее. Дальше мы считаем, что важно проводить допрос ребенка хорошо подготовленным образом, с учетом сведений о типичных особенностях восприятия, памяти, мышления потерпевших определенного возраста, ну и так далее. Дальше идет речь о зеленых комнатах, которые созданы в регионах. То есть уже используется вот этот тиран, да? Да, в некоторых регионах и Российской Федерации на базе учреждений социальной защиты создаются так называемые зеленые комнаты, основные задачи педагогов и так далее расписываются. Ребилитация и так далее. Хотелось бы обратить внимание также на то, что должны быть созданы и рекомендации конкретно Департаменту социальной, тогда еще Департаменту социальной развития Киевской области совместно со Следственным управлением Следственного комитета РФ по Киевской области решить вопрос о создании службы по оказанию психологической помощи потерпевшему от преступных постигательств ребенку и его семье и оказании помощи следователю во взаимодействии с невосовершеннолетней. Доклад за 2014 год. Ну что, выяснили, кому инициатива принадлежит? Страница 33. Вот. Ответил ли я на ваш вопрос? Абсолютно. Абсолютно точно. Ну что, маленький перерывчик. Да, реклама и продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. В Кирове появилась зеленая комната. Владимир Шабардин, наполномоченный пополам ребенка в Кировской области, у нас в студии. Я, честно, поймал себя на мысли. Вы рассказывали, да, о направлениях работы, и Следственный комитет, и бегунки, и трудные подростки. И взрослому человеку тоже, наверное, бы неплохо в каких-то ситуациях побывать в этой зеленой комнате. Совершеннолетнему. Может быть. Проблемы же они не только. Проблемы, да, и у взрослых. И психологические тоже, знаешь. Я думаю, пока у нас зеленая комната одна, она занятой с ее будет такой, что там взрослые люди, просто у них не будет шанса по времени туда попасть. Давайте пройдемся все-таки по статистике, по цифрам. Насколько она вообще востребовала? Какое количество у нас детишек попадают в эти ужасные истории, и которым нужна именно такая психологическая помощь. Ну вот смотрите, как бы есть статистика Следственного комитета, есть статистика полиции. Это разные виды преступления. То есть я озвучу цифры за последние три года, чтобы было понимание. Значит, если мы говорим, ну, такая категория одна из самых тяжелых по работе, вот специфики зеленой комнаты, да, с чего мы начали, там, кто тебя и чем и куда. У нас в 2016 году 4 изнасилования, 43 насильственные действия сексуального характера. За один год? За один год. 47 детей. Сопоставить с чем-то, не знаю, с другими регионами. Ну, где-то больше, где-то меньше. Нет, но это в любом случае. Я не хотел бы сейчас, больше у нас меньше. Это практически 50 детей. Это только эта категория. Значит, 15-й год, 10 изнасилований, 50 насильственных действий сексуального характера. Это только насильственные действия. Сейчас мы перейдем к данному МВД. Значит, 2014 год, 11 изнасилований, 32 насильственные действия сексуального характера. То есть примерно в районе 50 вот это ежегодно. Ну, вот, то есть это несколько десятков детей ежегодно. И говорить о том, что на следующем году там не будет ни одного, хотелось бы в это верить, но статистика, вещь упрямая, говорит не это. Значит, число тяжких, особо тяжких преступлений, совершенных в отношении детей, Следственный комитет. 2016 год, 146. То есть 2015-212. Это сотни. Количество несовершеннолетних, признанных потерпевшими от преступлений, 220. 16-й, 223, 15-й год. То есть речь идет о сотнях детей. Дальше. Теперь... Полиция, да? Да, полиция. Значит, опять же, если брать преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, то есть там насильственные, здесь там иные, да. 16-й год, 115. Боже мой. 15-й год, 113. Значит, далее, количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, вообще, общее количество, 1328. Сопряженных с насильственными действиями, 709. Это уже тысячи. Это, ну, вот примерно, как бы, количество, которое есть. Еще одна проблема, которая у нас есть и которая растет, это суициды. Завершенные, незавершенные. Да, у нас очень, там, существенная динамика снижения по завершенным суицидам, законченным. Это было позапрошлый год, 13-й год, 9-й год. По несовершеннолетнему, по несовершеннолетнему, конечно. То есть непосредственно смерть, мимо его виду, уже, да, как это происходит? 13-й, 9-й, в прошлом году 2. Незавершенные. Ну, хорошо. Но... Ой, завершенные, прошу прощения. Незавершенные. Рост 20-22-24. То есть это попытки суициды, которые, в которых, там, слава богу, ребенок выжил. Вместе с тем, это официально, это только официально зарегистрированы попытки суицида. Кстати, по этому вопросу мы очень много, как бы, у нас были большие обсуждения на рабочей группе, которая постоянно действует при выполненочном поправе ребенка по профилактике суицидов. Там всегда есть расхождение в статистике, которое дает полиция, Минздрав, Следственный комитет, там, в каком виде понимать, там, падение с высоты, попытка суицида или нет. Для несчастных случаев, да? Или передозировка лекарственных препаратов, там, попытка суицида или нет. Вот. И вот, проводя, там, аналогию между двумя системами, да, когда мы начали работать с детьми, которые, там, с попыткой суицида, вот, пакет документов, сейчас у нас создана система, при которой каждый ребенок, который совершил попытку суицида, каждый попадает в поле зрения соответствующих специалистов, каждый, невзависимо от того, где он живет, проходит через внештатного детского психиатра Ирину Алексеевну Бочарову, как бы, здесь, в Бехтерхе. Вот, зеленая комната, мы видим, если эта система будет создана, то гарантированно, вот, те дети, тех категорий, которые были, они гарантированно пройдут через специалистов очень высокого уровня, вот эти десятки детей. Это в том случае, если получится сделать вот эти вот пять комнат, да? Да. Вот. Ну, по крайней мере, ну, вот, мы начинаем с Кирова, мы обсудили, что там, по крайней мере, близлежащие районы, как бы, они у нас попадают. Потом, те дети, которые стали жертвами, там ведь зачастую идет ситуация, когда ребенок там остается или один, или там, преступление со стороны родственников, то есть он, в любом случае, он и так оказывается в социально-реабилитационном центре, то есть он находится там постоянно. Поэтому вот работа в рамках зеленой комнаты поможет, там, более качественную реабилитацию ребенка этого. Я задавал вопрос, что это в перерыве. Вот в понедельник открылась зеленая комната, пока еще не было там, да? Ну, посетителей, собственно. Значит, зеленая комната, ну, у нас в понедельник было такое, тест, ну, скажем так, праздничное открытие. Ну, вы перевязали, перевязали ленту. Да, значит, настройка оборудования, то есть, почему она была там максимально быстро, то есть оборудование было поставлено там за день до этого, сейчас тестовое оборудование, сейчас еще будет докупаться там инструментарий, но как только первый ребенок наследственным комитетом будет, то есть он будет... То есть, в принципе, комната уже готова к работе. Готова к работе, но сейчас идет до настройки оборудования. Нужно понимать, что сбоев не должно быть, понимаете? Там повторить невозможно, потому что, да, понятно. Потому что, знаете, там, как бы, ой, вы знаете, мы тут первый раз, поэтому у нас что-то там... Не записалось, давай-ка еще раз. Не записалось, давай-ка еще раз. Нет, этого быть не должно, поэтому, когда мы будем уверены, что вот стопроцентно все работает, хотя оборудование сертифицировано, программы там лицензионные, значит, эти дети там будут. Я сегодня с большим удовлетворением узнал о том, что у нас наконец-то появился новый, значит, руководитель Следственного комитета. Сегодня прошла информация, его очень долго утверждали. Почему говорю об этом? Он идет к нам из Татарстана, моя коллега из Татарстана, уполномочная пара ребенка, значит, вообще со слезами говорила, что уходит... Ценный работник. Потому что во взаимодействии в плане защиты детей у них там работа построена очень серьезно, то есть он лично присутствует на всех мероприятиях, значит, лично по любому вопросу. Ну, такое понимание есть. Нам остается только надеяться, чтобы он у нас продолжил такую работу. Но мы так понимаем, вам повезло. Вам повезло. Вы так понимаем, вы сразу же будете как-то добиваться общения, да? Встречи? Я думаю, что мы в ближайшее время, я уверен, что мы уже встретимся, переговорим. Но вот эта работа по реабилитации детей, пострадавших в насилии, совместно со Следственным комитетом, я сейчас уверен, на 100%, то есть она будет только усилена. Владимир Владимирович, кто вложился еще душой, рублем в этот проект? Кто помог? Да, надо сказать спасибо Министерству соцразвития, во-первых, которые очень серьезно подходили к умру помещений, да, и они старались максимально использовать там свои возможности, значит, поучаствовать, но там бюджетных средств не хватило, поэтому у нас в конце прошлого года был устроен первый благотворительный аукцион в Генхаусе, где были проданы изделия ведущих дизайнеров города, одним из изданий города, не буду называть это, не входит в ваш холдинг, вот, значит, интерьерный журнал, вот, и первые там десятки тысяч рублей, они были собраны, собственно, на аукционе, да, зеркало Гизела и появилось, то есть они передали это средство, там, закупили сами, и вот... Оно вообще дорогое, это зеркало? Ну, несколько десятков тысяч рублей, плюс установка, да, то есть, ну, это необычный стеклопакет, понятно, понятно, вот, и, конечно, там, чуть, ну, практически месяц назад у нас состоялся разговор с руководителем нескольких, скажем так, бизнес-структур очень серьезных, это Сусана Васильевна Никитина Немблюд, и сейчас она руководитель проекта «Держи меня за руку» благотворительную, вот тогда мы сели, как бы, вот, поговорили, куда можно будет... Я вот, я предложил ей, вот, эту идею реализовать, вот, сколько и, вот, большая часть средств как раз была реализована в этих фондах, то есть, все оборудование было приобретено ими, то есть, вот, буквально, там, через, там, два часа после того, как мы поговорили, давайте мы подумаем, то есть, насколько наш фонд это потянет, а что такое фонд, это сообщество наших, там, неравнодушных людей, там, бизнесмен, например, Костя Русских, Макси Флора, там, да, вот, входит, Сусанна Васильевна, это совершенство и... Профбизнесгрупп. Профбизнесгрупп, то есть, ну, вот, которые успешно реализовали себя в бизнесе и хотят сделать там что-то больше, вот, поэтому, вот, подход к выбору оборудования, то есть, вечером уже звонок, Володя, а вот это, это или это, давайте, значит, выберем, и вот, буквально, там, в течение, да, месяца все это было сделано, они нашли средства, закупили оборудование, выделили там часть на ремонт, поэтому вот огромное спасибо лично Сусанне Васильевне Никитиной Юнблюд, фонду «Держи меня за руку», потому что за то время, пока мы делали зеленую комнату, мы с ними съездили еще, значит, в несколько учреждений параллельно, там, центр ЦВСНП, Центр содержания несовершеннолетних правосудователей на строителей, они привезли туда подарки, и в Вятушку, кстати, все это время, пока они ездили, они сразу, когда мы поехали смотреть там помещение только, да, они сразу приехали там с целой машиной, подарков для этого Центра, книги, игры и так далее, то есть вот огромное спасибо людям, которые подключились для того, чтобы вот этот проект состоялся, я думаю, что он состоялся бы когда-то, он все равно состоялся бы, но сколько времени прошло еще, мы понимаем, что вот с этого момента у нас будут конкретные дети, которым будет оказана помощь в этих условиях. Спасибо, поздравляем еще раз с этим успешным начинанием. Желаем успешного продолжения. Долгий путь, но путь продолжается, да. Владимир Шабардин, полномоченный по правам ребенка в Кировской области, дневной разворот на этом завершаем, до встречи в Культпоходе ровно через 20 небольших минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова